Поехали. Врываемся мы в игру, врываемся мы на матч Creation против Envy Us. Играет топ-2 команда по версии от GOSU GAMERS. Это Envy Us, которые выиграли прошлые два турнира. Турнир европейский, соответственно, и североамериканский еженедельный турнир тоже от GOSU GAMERS. Против команды Creation. Это идет первый полуфинал. Ну, вот, соответственно, смотрим. По пикам Envy Us имеют два саппорта, два танка и два дамагера, это Макри и Жнец. Теллспин очень сильно приседает. Так, чуть-чуть потише еще сделаю комментаторов. Накопил он уже 30% ульты. Команда Envy Us захватывает точку. У команды Creation почти такой же идентичный пик, только имеется Гэнжи вместо Жнеца. В плане дамагера. Так, пошла флешечка. Артир. Сломал щит. Живет. И его убивает Люсио. Хотел он выцепить Хила, конечно же, но у него это не получилось сделать. И пошла ульта. Забирает команду Envy Us троих соперников. Есть ульта уже Tailspin'а. Пока ультовать не будет. Контролирует до сих пор Envy Us точку. Решил он запрыгнуть наверх. В принципе, хороший мув. Сейчас можно будет отсюда залететь. Ждут ребята Excreation своего Маккри, который воскрешается, чтобы атаковать всем вместе. Есть у них 4 ульты. Также есть 4 ульты. 5 ультов уже у команды Envy Us. И ультует Гэнзи. Линкзи Эр. Убивает Хайнун. Скинул он Тайму. Тайму, напомню, это очень классный снайпер у команды Envy Us. На прошлом турнире он очень классно, хорошо раздавался со своей вдовым. Так. Интернет Халк на своем буйнстоне убивает двоих уже игроков. Гонится за зарей. И помогает ему команда. Tailspin' делает минус 3. Неплохие минусы. Минус 4. Смотрите, он даже без ульты убивает 4 игроков соперника. И продолжает контролировать точку Envy Us. Так, Бромас. Бромас накопил ульту. Будет ли он ультовать? Да, я думаю, надо ему сейчас ультовать. Как-то заходите им срочно. Это последняя атака. Пошла ульта хорошая от Коко. Врывает сюда интернет Халк. Убивает он двоих своей ультой. Зажимает их просто в угол. И там, соответственно, наносится им огромный лон. Пошли уже овертайм. И продлевает команда Creation время на точке. И вот-вот почти захватывает. Но Тел Спина убивает. У него есть ульта. Сейчас он появится. И ультанет. Там убьют Жнеца. Нет. Пошла ульта уже от команды Creation. Заря ультанула. Здесь ультуют все-таки Link ZR. Артир. Артир сделал минус 3. Перехватывают точку все-таки. Creation. И теперь им нужно отразить где-то 3-4 атаки. Ребята, всех приветствую, кто в чатике. Только что вот ворвался буквально на стрим. Привет, пипал. Да. Сон для славяков. Ну, посмотрим мы сейчас вот эти игры. Здесь остался вот первый полуфинал. Вот этот, это Creation против Enviac. Только что он начался. И еще. В втором полуфинале, кажется, играют команда Graviton Surge против Overwatch Kings, если я не ошибаюсь. Тайму сделал минус 2. Месяц стоял с пином. Хорошо, они убивают. Защищающуюся команду Creation. И, кажется, перехватывает точку. Это Good Game. На первом раунде карты башни Лидзен побеждает команда Enviac. Напомню, Enviac выиграли прошлые два турнира от GosuGamers. Это одиннадцатый кап еженедельный и на Европе, и на Америке. Вот, соответственно, сейчас они пытаются защитить свое чемпионское звание. Вот, сеточку можно найти в чатике, посмотреть. По пикам. О, пикнули. Кстати, Bromo взял трейсерку. Напомню, он обычно играет на танках, вот только что он играл на Заре. Но в этот раз решил взять трейсерку, доверила ему команда. Посмотрим, как он сыграет. А команда Enviac сыграет все-таки в двух танках. Тернет-Халк заходит по читам. Линк Зер взял вдову на этой карте. Ни в кого не попадает. Вот, сейчас сумел он вынести Телл спина. Тайму, Тайму врывается на скорости. Хорошо, вместе с Заре они здесь разобрали. Команду Creation, которая пыталась зайти на точку, но... По главному проходу, но у них в команде Creation это не получилось. Так, Тайму. Хороший хэдшот вешает он на Млокту. Есть у него ульта. Не знаю, зачем он дал сюда эту флешечку. Видимо, думал, что кто-то еще есть в комнате на аптечке. Но... Катилась вот у него уже флешка и... Держит, держит, продолжает держать Энвиаса своих соперников в узком проходе. Из выхода на базу никак не дают им пройти. Занять позиции ключевые. И накопил почти нульту Телл спин. Отличный хэдшот он вешает Бромасу там. Между тем Тайму делает минус 2. И вот Creation и вторую атаку, вот третью атаку подряд, не получается у них зайти. Надо как-то под ультами врываться. К тому же, мне кажется, все-таки не хватает им еще одного танка. Вот Промас хоть и играет на трейсерке, но вот он бегает вместе с командой. Ему надо как-то развлекать, развлекать соперников. Там, заходить в спину. Ульту Телл спин, никто не умирает, потому что все находятся под боссами. Все-таки он вынес Ангела. Попадает в ульту Коко. Два игрока из команды Creation, и они умирают. Тайму на пару с Телл спину наносит огромный урон, соответственно, с Намакри и Ножнице, вот по тем, кого стянул Коко на своей заре с помощью ультимативной способности. По правой стороне, соответственно, от команды N-VS решили заходить в Creation. Они уже на точке. Перехватили они примерно на четверть. Арт-Тир, к тому же, накопил почти на полдень. Убивает он обезьяны. Надо ультовать уже. Нет, не будет ультовать, будет ждать момента удобного. Ну, зря. Мне кажется, надо было ультовать, пока воскрешалась команда соперников, и можно было бы внести тем самым разлад некий в стан защищающихся N-VS, и это 2-0. Очень уверенная игра на башне Линдзянь. Выигрывают они первую карту. Вот. Ждем вторую карту. Напомню, это полуфинал играется в формате Best of 3. Это уже финал, почти финал турнира, финальная часть. Вот. Остаются вот у нас 2 полуфинала, и, соответственно, финал будет выиграться в формате Best of 5. Показывает на лучший момент матча Тайму. Да, вот здесь он 4-х настрелял. Но еще напомню, у Телл Спина был хороший момент в начале, там, где он... На прошлой... В прошлом раунде, там, где он сделал минус 4 без использования ультимативной способности. Давайте я пока покажу сеточку. Так. Соответственно, вот она, сеточка. Ребята. Соответственно, вот у нас сейчас играют и Envy против Creation, да, напомню, и Envy ведут 1-0. А команда Reunited против команды Rogue будут играть во втором полуфинале. В Reunited участвует один наш соотечественник, Unfix, он с Россией. Вот. А команда Rogue – это команда, которая выиграла прошлый турнир, первый LAN-турнир от TakeTV, TakeOver. Они выиграли в финале команду, как раз таки, Creation со счетом 4-3. Вот. Так, давайте я посмотрю тут, как у нас дела. Ну, в лобби пока что команда еще не начинает. Посмотрим, что там на других стримах, не стримят ли другие команды. Нет, будут играть, видимо, подряд все матчи оставшиеся. То есть, это вот первый полуфинал, второй полуфинал и финал. Отлично. Запустилась трансляция на Twitch. И все нормально. Аспирант приветствую. Выясняют игроки, какая будет следующая карта, и это будет Dorado. Дорадо довольно интересная карта, там нужно провести, соответственно, груз. Карта – это вот от начала до конца с сопровождением груза. Вот. Там не нужно захватывать точку А, ее там просто нет. Вот. Соответственно, атакующая команда сразу выходит к тележке и начинает ее толкать. Ну, посмотрим, кто у нас будет первым играть в защите. Envias'ом осталось только выиграть на этой карте. Напомню, нужно чуть громче, если можно. Хорошо, сейчас сделаем себя громче. Так. Вот так вот. И возвращаемся мы с вами к апстриму. Ждем мы начало следующей игры. Рассказывают нам кастеры, англоязычный, про то, как решают вот эти вот кор-герои, которые обладают огромным ДПС-ом. Приветствую, Петр. Что-то только начало, а голос уже уставший. Не, я просто тихо говорю. Просто тихо говорю, ребята. Вот. Поэтому выкручивайте ваши наушнички. Ну и плюс я себя еще сделал погромче. Сыграла только что наша сборная. Вот. Покричал. Вот. Порадовался. Забитого мячу в конце. Игра просто отвратительная была. Катали мячик долго в своих ворот. Ну, не буду я вам рассказывать про футбол. Мы будем смотреть с вами Overwatch. В принципе, команды у нас остались интересные. Это креэйшены против MNVS. Немного расскажу про креэйшенов. Это ребята. Такой микс европейский. Вот. Они играли на турнире тейк-овер, заняли... Ну, на турнире. Заняли там второе место, проиграв команде ROG в финале со счетом 4-3. То есть игры тоже были близкие, равные. Вот. Но им чуть-чуть не хватило. Должен же быть в конце концов среди равных команд победитель. Вот. Победителем оказались ROG, которые, напомню, будут играть во втором полуфинале. Вот. Команда NVS. Это ребята из Америки. Вот. Они выиграли прошлые оба турнира от Ghost Gamers. И европейский, и европейскую квалификацию. Ну, грубо говоря, европейский турнир. И североамериканский, который проходит по воскресеньям. Тоже вечером. Вот. Завтра мы его тоже, наверное, зацепим. После турнира Go for Overwatch. Долго-долго не начинается игра. Проблема у одного из игроков. Вот. Ей нужна одна минута. Давайте пока поставлю заставочку. Ссылки, напомню, в чатике есть на турнир, на сеточку, на разную информацию о турнире. Давайте посмотрим правила. Поменяли правила. Поменяли в этот раз правила. Теперь в тот раз была Double Illumination сетка. Теперь Single Illumination. То есть команда играет на вылет. Олимпийская система. Вот. Соответственно, также осталось правило One Hero Limit. Нельзя пикать больше одного героя, повторяющегося. Ну и карты Вольская, КБ Вольской, Храма Нубиса и Ханамура, они не участвуют в... Ну, нельзя... Нет, на них не играются... Не играют команды. Вот. Соответственно, остались у нас правила, что Best of 3 играется в четвертьфиналах, полуфиналах, и Best of 5 играется в финале. И, в принципе, изменений больше, насколько я знаю, по организационной такой составляющей в правилах не произошло. Вылетел один из игроков из лобби. Вот. Ждем. Ждем начала следующей игры. Телириум Тременс, приветствую в чатике. Усаживайтесь поудобнее, у нас сейчас будет вторая игра в противостоянии команд Creation и Envias. Вот, Envias ведут со счетом 1-0. Вот, сетка и ссылки на турнир есть все в сообщении дня. Вот такие вот дела. Такой у нас вечерний. Вечерний ночной будет турнир. Надеюсь, он долго не продлится, как в тот раз, потому что здесь уже осталось буквально отыграть полуфиналы оба, и финал в формате Best of 5. Да, на всех остальных трансляциях тоже идет эта игра. И она, кстати говоря, уже на других каналах начинается. Здесь, видимо, какая-то задержка выставлена у... Да, здесь задержка выставлена у кастеров, но... Посмотрим мы сейчас, где лучше. Есть немецкий экстрим. И... Ладно, давайте останемся на официальной трансляции, в принципе, я думаю, сейчас у них здесь уже... Будет начинаться игра. Будет начинаться игра. Да, игра уже начинается. Осталось 40 секунд. В команде защиты взят два саппорта, Люсио и Ангел. Турбосвин как второй танк. Бромос на нем играет. В качестве дамагера фортир на своем Акри, и Линкзер играет на Вдове. В принципе, хороший снайпер. Вот такой же хороший снайпер, как Тайму. Они очень классные фраги, нарезки вообще героев. Там можно делать целые нарезки видео отдельно по их фрагам за снайперов. Так, соответственно, команда НВАС в атаке взяла стандартных кор героев четырех. Это Рейнхард, Люсио, Ангел и Маккри. Плюс Заря и снайпер Тайму играет на Вдове. Началась у нас игра. Команды увидели друг друга. Принимать решила команда защиты сразу непосредственно на площади. Это, в принципе, правильно. Потому что здесь всего один проход. Можно, конечно, зайти справа, там через крыши, но здесь вот удобно принимать. Так. Бромос делает минус по танку команды соперников. Еще минус два делает артиры Бромос. И... Тайму накопил на ульту. Сделал он минус два. Отличные, хорошие хэдшоты. Повесил он от защищающейся команды. Так, смотрим мы за игрой снайпера. Линк Зер подрубил ульту, в принципе, не жалеет все правильно. Делает хорошие два минуса. Еще один хороший хэдшот, смотрите. Очень здорово, здорово раздает. Так. Пошла у нас дуэлечка снайперов. Ну, Линк Зер решил ее заигнорить. Скипнуть. В принципе, это правильно. В защите не стоит размениваться вот так вот со снайпером. Потому что тебе потом еще бежать долго. А соперники уже на подходе. Ульта роняет троих нам локт и дорезает его команда. Помогает ему нанести урон. Тайму... Тайму отвечает минусом по нам локту. И... Собственно, атака на этом заканчивается. Сейчас надо дождаться своих игроков. Снайперу команды Envias. И будет у них еще один шанс для того, чтобы напасть. Продавить своих соперников. Линк Зер ищет свою цель. Пошла ульта у нас от Зари. Интернет Халк ультанул, но дали защитные басы. Дал Люсио из команды Creation. И... Атака не сможет пройти дальше. Линк Зер. Пошла ульта у нас от Коко. Но, кажется, он никого не уронил. При этом нет. Уронил он все-таки танка и саппорта из команды Creation. И довозят точку Envias. Дошли они. Ну, потеряли они, наверное, минуты-две времени на этой точке. Ох! Доезжает Коко, чтобы отхилиться и поменять героя. Взял он Уинстона. Линк Зер убивает своего визави на снайпере. И будет сейчас безнаказанно себя чувствовать и убивать атакующую команду. Наумлокт врывается в троих. Бромас там тоже, видимо, хорошо реализовал свои дробовички на ближней дистанции. Убил трех героев команды соперников. И вот защищающиеся уже поднимаются наверх. Будут они принимать на втором этаже своих соперников. Это, в принципе, удобнее делать, потому что ты можешь... Сверху у тебя всегда есть преимущество. Ты можешь уйти от края подальше и как-то выжить. Но врывается здесь Бромас. Команда защищающихся... Да, они... Хорошо, Бромас делает минус три уже. И надо добивать Тейл Спина. Ну, Тейл Спин взял вроде бы свою сигнатурную фару, но что-то у него сегодня не получается. Помним мы, как он на прошлом турнире раздавал... Раздавал на своей фаре. Влетал в... Просто безнаказанно почти летал по картам. Правда, там поревалировали карты наподобие Кингс Роу и Голливуда. Возможно, здесь Нандорадо ему как-то неуютно себя чувствует. Но я думаю, сейчас соберется и покажет то, что мы от него ждем. Но пока, опять же, видим, не получается. У него Бромас. Бромас разошелся. Сейчас добьет еще саппорт. Отлично, здесь может ультануть. Нет, не будет, наверное, прожимать свой цветок смерти. Да, потому что команда его справляется со всеми героями без помощи ультимативных способностей. А ульты оставят на следующую атаку. Грамотное использование ресурсов от команды Креэйшн, простите. Аспирант врывается даже на стрим к англичанам. Так, и Бромас. Вот он имеет ульту, сейчас будет дропаться. И дропается под боссами, что же не ультанул. Да, очень... Ну, сделал минус 2, он убил саппорта, убил Макри, но умер. Как бы немного... Раньше ему надо было, мне кажется, нажать этот цветок смерти. Так называется, ультимативная способность у Жнеца. Жнеца, и было бы немного поэффективнее. Но сделан свой минус 2. Правда, команда его развалилась, и анвясы продолжают двигать точку. Доходят они уже почти до второй контрольной отметки. Поменяются места респов. И... Начнется он сбой вот на последнем вот этом отрезке. Ух, роняет Коко трех героев из защищающейся команды, и, соответственно, его дамагеры, вот эти вот кор-герои, Тайму и Телспин, делают отличные минусы. Убивают всю команду защищающихся. Нужно толкать тележку. Делают это, правда, всего 2 игрока. Остальные четверо пошли встречать защищающихся, чтобы как можно дальше их оттолкнуть, и как можно дальше продвинулась точку. Ультует здесь Телспин, взял он Жнеца. Не получается у него на фаре сегодня играть. Сделан здесь минус 2. И умирает, ловит он хэдшот хороший от Артира, который... не получилось у Артиры, кстати, забрать поднимающего Ангела. И вот уже Телега находится вот на последнем подъеме, кидает флешку через верх Артир. Линкзиер взял защиту Крысавчика, спамит он на точку, убивает двоих, но... Вылетает Ангел и умирает. Да, надо было хоть как-то продлить время. 0.37 метра осталось до конца. Живет здесь еще Люсио, не видит его атакующей... Точнее, чем закончится этот момент. Телспин ультует в четырех. Но влетает здесь Ангел, защищающийся, поднимает всех героев, которые только что упали. У защиты еще есть шансы. Они продолжают держать на последних 37 сантиметрах своих оппонентов. Фэнвяса никак не могут оттолкать точку. Тайму умирает и... кажется, отбились. Отбились ребята из Креэйшн. Сохранили они даже два ульта. Есть ульта у Рейнхарта, есть ульта у Крысавчика. Так, нам локт. Имеет он ульту. Видит, что по второму этажу заходит красная команда. Ой, как же так? Почему не пал щит? Видимо, Макри дал флешку, щит упал. И уронил он четырех героев. Идеальная ульта, идеальный конус. Вот этот вот молот. Землетрясение, кажется, называется в русскоязычной версии игры. Ультимативная способность Рейнхарта. И вот ее нам локт отлично реализовал с помощью своего союзника, с помощью артиры, который дал флешку в Рейнхарта. Который, соответственно, блокирует своим щитом эту ульту. Бромос. Смотрим мы за этим парнем. Он очень классно раздает сегодня. Хорошо играет. Пошли басы. Басы от Харри Хука. Все, закончились басы у красной команды. Они теряют огромное количество ХП. Держит их всех Ангел. У Ангела еще есть ульта. И у той, и другой команды. Поэтому надо зафокусить его. Вот Тейлспин взял Фару, убивает Ангела. Защищающаяся команда, но та успела резнуть. Линкс, неужели ему надо убежать ультануть? Ну, без его ульты даже. Отбились ребята из Creation. Слушайте, а Envias это рискует не дотолкать точку. Вот 20 секунд осталось. Последняя атака. И здесь покатилась шина от Линкзера. Эх. Попал он под летящий энергетический молот Рейнхарта. А именно Коко. Ультует нам Локт. Уронил он двоих. Уронил он Саппорт. Уронил Рейнхарта. Это не до Браун Интернет Халка. Не получилось. Артир. Есть ульта. И все. Так. На первой половине Creation смогли удержать вот эту вот последнюю точку. Собственно, у Envias теперь задача, играя в защите, не дать Creation дойти до второй точки. Вот. Если у них это получится, то они выигрывают со счетом 2-0. Да. Вот это вот, видите, ульта. Или нет. Слушайте, там не было, кажется, флешки от Макри. Кажется, просто ошибка вот от Коко. Он почему-то вронил, убрал щит. И вся команда его упала. Да. Кажется, ошибка была именно от танка. А не... Не было там флешки от Макри. Макри там не было. Там это был жнец на заднем фане. На заднем плане. Стоял поодаль и... Напрягал. Напрягал атакующую команду. Так. Переходим мы ко второй части. Ко второй половине этой игры. Меняются команды местами. И теперь... Задача NVAs. Они сейчас будут играть в защите. Их задача удержаться до второй точки. Ну и плюс сейчас нам наверняка поставят время, если зафиксировали кастеры его... Это никогда не плохой способ, чтобы начать команду. Нет, definitivamente не. Знаете, пока сейчас выбирают героев ребята из каждой команды. Посмотрим мы сейчас, что они выберут. Про команду защиты мы можем сразу поговорить. Берут они стандартных корр-героев четырех. Это два саппорта. Люсио, Мерси, Рейнхард и Макри. Добирают к ним в дау. Добирают к крысовчика. В принципе, да. Телспин будет на крысовчике закидывать вот эти узкие проходы на карте Дорадо свои гранаты. Ну, защищаться они, скорее всего, будут на рынке. Так же, как это делали ребята из Команды Креэйшн. Вот. Ну что ж. И пошла атака. Брома сыграет на Заре. В атаке пикнули тоже четыре корр-героя, плюс Зарю и тоже снайпера. Сбирается Линкзер наверх. Ищет, ищет своего оппонента на вдове. И сейчас будет... Не нашел он, но и пытается... А, нет, нашел, нашел. Видит. Видит он тайму. Нет. Не получается его убить. Пошел за секшен. Защитники убивают уже двоих, троих героев нападения, но поднимает их Ангел. Потратила, соответственно, ульту Драдсу... 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 Телеспин. Наносит очень много урона, но помогает ему Гарри Хук на своем Маккри. И расправляется, расправляется с первой атакой своих оппонентов команды НВАС. Накопили уже ульты защищающиеся игроки. Есть у них четыре ультимативные способности. Тайму почему-то не подрубает он на вдове ульту. Решил оставить. Считает он, что они и так видят всех нападающих героев или просто они еще не дособрались и... Нет, не получилось на шине Телеспина заехать в спину. Увидели они, что Атака пошла по правому флангу. Врываются. Рейнхард дал ульту в никуда нам локт. Не получилось. Ульта влетела в щит другого Рейнхарда. Ох, поднимает здесь Драдсу снова свою команду. Но вновь, вновь Энвиасы отбивают атаку. И... Ждут они, ждут они пока соперники подойдут поближе к точке. Тайму Тайму пытается выцелить снайпера команды нападения, но не получается это сделать. Бромос накопил ульту Зари. Это очень важно. Сейчас можно будет под басами и с чьей-нибудь ультой тоже стянуть всю команду защиты и... соответственно пробить. Я думаю можно даже ультануть вот в двух саппортов. Да. Не поймал, не поймал Он не поймал Ангела Она же может сейчас залететь и поднять. Да, поднимает свою команду Ангел Команда защиты и... Тайму хороший минус Пытается он еще кого-то найти Убивает Линкзера Пошла ульта от нам Локта Уронил он двоих но отогнали его тут же стоящие на ногах уверенно команды игроки из защищающейся команды пошли очередные басы Басы у нас каждые вот несколько секунд то от одной команды то от другой очень быстро копится ульта у Люси в таком напряженном контактном бою и все меньше и меньше времени остается у ребят из Креэйшн чтобы продавить точку врывается Тейлспин убивает только одного саппорта у хорошей ульта стянули там троих ребят из Энвиасов и да кажется прошли и прошли первую точку Креэйшн видите поменяли интерфейс сейчас наверху теперь мы видим что инвесторы в защите играют до этого не сделали кастеры такого мула но не успели Гарри Хук имеется у него ульта ждет он сейчас всю свою команду чтобы дать бой им нужно 3 минуты держаться до второй точки или придется играть от времени уже смотреть непосредственно время и есть у него ульта вот у Макри но не получается ее никак реализовать не будет им пока льтовать потому что для этого надо он и без ульты хорошо раздает смотрите хороший спрей-контроль убивает здесь одного убивает трейсерка убивает ангела и сейчас нужно будет найти линкзиэра для этого нужен какой-то герой который наверное запрыгнет или чтобы тайму убил своего оппонента решила команда защиты подниматься на второй этаж это правильное решение сверху всегда легче защищаться у тебя есть две опции либо сверху прям принимать ставят твои дамагеры будут износить урон либо спрыгнуть и ворваться дать ульты там например жнец может залететь защит рейнхарту да вот видите минус по три героя с каждой команды уже умерли живых остается только бромос и люся люся прыгает на точке живет там активно мансит но тут же умирает телспин не отпускает его накопил он же ульту поменял своего красавчика на жнеца и защите вот на втором отрезке он показывает нам неплохую тоже игру на жнец сэм сделан сейчас минус 2 накопил ульту и будет ультовать наверное в спину сейчас зайдет ультует но там пошли басы спасительные басы от кнокса спасает он свою команду от ульты жнеца и его тут же накрывают так трейсерка на трейсерке у нас играет бромос таймун занял хорошую позицию в этом окне убивает он как заправский снайпер двоих уже героев почти убил ангела класс слушайте у него прям шикарнейший аим хороший снайпер не перестаю я удивляться скилу снайперов от одной от другой команды нереально они как-то вешают очень хорошие выстрелы хорошая аим интересно на это смотреть и по ресурсам у нас у атакующей команды всего две ульты одна из них у трейсерки и этого конечно маловато будет чтобы зайти посмотрим как они их реализуют ультует гарри хук но там попадает попадает щит заряжает по двоим но убил тут трейсер убил с помощью хайнуна еще одного героя и добивает также вдову последняя атака будет сейчас от энвиасов успеют ли они добежать потому что здесь довольно далекий респ вот смотрите да выходит выходит криэйшен и у них есть буквально 10 секунд на то чтобы дойти до точки бромос конечно может продлить да вот своими прыжками заходит он в спину надо нет надо было не жматить надо было ультовать в ангела пошли овертаймы намлокт врывается поднимает ангел атакующую команду и да и здесь умирает бромос так и не дав ульту гарри хук ну что-то мне подсказывает что энвиасы выиграют здесь со счетом 2-0 да похоже так и будет 2-0 в пользу энвиас выдержали они эту атаку от криэйшенов не смогли криэйшенов взять вторую точку о чем я и говорил вот собственно 2-0 в первом полуфинале победу одерживает команда энвиас показывает лучший момент матча здесь чип шайен поднял двух героев своей командой и собственно это дало решающее преимущество в в вот этом финальной атаке они отбили финальную атаку от криэйшенов в Продолжение следует...